Так, господа, всех приветствую! С вами Эльвира Варятеля, справочник писателя. Пожалуйста, поставьте в чате плюс, если вы меня видите, и если видно мой экран, потому что всё, что я сегодня буду показывать, важно, чтобы вы видели экран. Ни видео, ни ссылки, ничего нет. Так, отлично видно и слышно, всё прекрасно. Так, хорошо, тогда едем. Цель нашего сегодняшнего мероприятия заключается в следующем. Я должна вам показать простой способ использования инструментов Facebook и Instagram для того, чтобы вы могли продвигать в себя свой бренд, свои книжки. Сразу предупреждаю, что Facebook и Instagram – это одна компания, почему мы их вместе рассматриваем, инструментарий у них общий, и надо понимать, как они работают в связке. И у них вся их система, она очень сложная, вот прям реально очень-очень сложная. Но мы же хитрые. И мы нашли... Я вам сейчас покажу такой выход, который позволяет осваивать всю эту страшную систему по шагам медленно и не пугаться обилию сложных настроек и инструментов, потому что нам на самом деле нужно не всё. Ну, по крайней мере, на данный момент мне это кажется так. Может быть, когда-нибудь потом я пойму, как ещё лучше там всё это дело использовать. Но пока на данный момент нам нужны простейшие самые инструменты, которые нам хотя бы чуть-чуть, но продвинут нас вперёд и хотя бы чуть-чуть помогут нам куда-то, ну, то есть повысить всё известность в глазах читателей. А нам что ведь нужно? Каждый день по маленькому шагу вперёд-вперёд-вперёд, и будет нам счастье. Итак, начнём с Instagram, потому что он немножечко попроще для совсем-совсем новичков. Итак, опять же, сейчас ты должна сделать большой дисклеймер. Я не являюсь специалистом по рекламе. Это специальные люди, специально обученные люди, таргетологи. Но для того, чтобы вам нанимать таргетологов, если вы когда-либо захотите это делать, вам нужно принимать вот этот внутренний механизм, иначе вы наймёте человека, который скажет, я таргетолог, а он ничего не понимает в том, что он делает. У меня были такие случаи, когда я безуспешно абсолютно пыталась нанимать людей, которые говорили, я-я-я, я могу, я всё вам сделаю. На самом деле он не пускает пыль в глаза, просто потому что я не разбираюсь в этой системе. И результаты не очень хорошие получаются. Я в конце концов решила, что если я уж и найму кого-нибудь, то я сначала разберусь сама, чтобы я понимала, о чём он мне тут говорит. Потому что когда мы нанимаем человека со стороны, что мы делаем? Мы платим за рекламные объявления, то есть рекламный бюджет, плюс мы платим ему, этому таргетологу, за его работу. Так вот, нам очень важно знать и понимать, что происходит там внутри рекламного кабинета. И я вам сейчас всё это расскажу. Надеюсь, что это всё будет просто, потому что даже я поняла. А у меня, как вы помните, по математике два с плюсом, и вообще я в гуманитарии. Поэтому, если я разобралась, то люди, у которых три по математике, разберутся ещё лучше. Итак, едем. Я вам тут слайдики простенькие подготовила, чтобы было немножко более визуально всё, что я показываю. Итак, значит, что нам нужно знать про Инстаграм? Значит, у нас есть в Инстаграме два типа аккаунтов. Обычный аккаунт, который предназначен для людей, для тех, кто вообще не ведёт никакой бизнес, просто подписан на кого-то и обменивается со своими друзьями, родственниками, фоточками простенькими. Эти люди внутри Инстаграма, то есть туда вот вглубь, вообще не залезают, ничего там не смотрят. Им это всё совершенно не нужно. А нужно это тем людям, которые продвигают свой продукт или себя, как бренд. Так вот, им нужно сделать бизнес-аккаунт. Сейчас покажу на слайдах, на кнопочках, как это всё выглядит. Что такое бизнес-аккаунт? Бизнес-аккаунт – это аккаунт, который у вас будет чуть-чуть меньше показываться окружающим людям, то есть тем, кто на вас подписан. Ну, в силу того, что Инстаграму же тоже надо кормить всю огромную команду, и они хотят денег. То есть они всячески будут хотеть, чтобы им что-нибудь там дали, заплатили. Вся деятельность, что Инстаграма, что Фейсбука, заточена на удобство обычного пользователя, чтобы ему было хорошо, потому что ценность Фейсбука и Инстаграма – это аудитория. Вот всё, что входит в противоречие с ценностями простого народа, это будет… То есть они всегда сделают лучше им, чем лучше рекламодателям, потому что рекламодатели прибегут ещё, и рекламодатели придут там, где будет аудитория. А вот народ, который там простой и фоточками обменивается, он может массово взять и куда-нибудь в другое место уйти. И мы это видели много раз на ранних соцсетях, например, из ЖЖ. Народ взял – и фу. Ну, и как вы его назад прибудете? Никак. То есть компания, ну, ей не очень хорошо от этого. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы включить этот свой бизнес-аккаунт? Сейчас покажу на слайде, как вам нужно будет. Три полосочки в верхнем правом углу, я по телефону сейчас говорю, потому что все настройки делаются на телефоне. Нажимаем на кнопку «Настройки», потом идём в аккаунт, прокручиваем в самый низ, и вот там будет как раз переключалка для вашего бизнес-аккаунта. Дальше вам в обязательном порядке надо связать свой бизнес-аккаунт Instagram с бизнес-страницей Facebook, потому что все рекламные объявления делаются, ну, такие тонкие настройки делаются через ваш рекламный кабинет Facebook. Давайте, значит, что мы делаем? То есть когда… Давайте вернёмся сюда. Что мы делаем? Когда вы идёте в свой аккаунт Instagram, совершайте вот эти вот все действия, которые здесь перечислили. Если вы вдруг ничего не поняли с того, что я вам говорю, может такое быть, да, мы идём просто в YouTube и набираем в YouTube, как мне сделать бизнес-аккаунт в Instagram, как мне подключить карту, осуществляющую платежи, и как мне связать по бизнес-аккаунту Instagram с бизнес-страницей Facebook. Я не стала записывать на эту тему отдельные видео, потому что они уже лежат горами в YouTube, их там много. Просто идите туда и делайте вот это. Что у вас в результате получится? У вас получится бизнес-аккаунт, у которого есть подключенная карточка, с которой можно рекламные платежи делать, и у вас есть связка с вашим бизнес-аккаунтом, вашего бизнес-аккаунта в Instagram с бизнес-страницей Facebook. Помните, да, на прошлых занятиях мы с вами говорили, как делать бизнес-страницу в Facebook. В обязательном порядке ее нужно сделать, потому что без нее невозможно создать бизнес-аккаунт в Facebook и рекламный кабинет настроить. То есть вот эта всякая сложная система, она должна быть сделана. Теперь, что мы делаем? Нашу первичную аудиторию. После того, как мы создали вот эту вот среду всю, теперь мы идем и пробуем набирать первую нашу аудиторию в Instagram. Как это делается? Шаг один, прежде чем мы вообще хоть какую-то рекламу запускаем, хоть что-то делаем. Это вот мы проводим все те мероприятия, о которых я говорила на предыдущих вебинарах. Первым шагом нам нужно оформить профиль, что когда человек к нам попадает на наш Instagram, он понимает, что он попал в Instagram писателя, что здесь какая-то понятная книжка рекламируется. Не оба чего. Не я писатель в Facebook, который непонятно что пишет. Не я, там, писатель Василиса Прекрасная, которая пишет, допустим, детектива, какая у него книжка, куда идти, что делать. Не знаю, не помечена. Правильная задача заключает ваша. Это то, чтобы распространять информацию о своем конкретном продукте. То есть даже если человек на вас не подписался здесь и сейчас, может быть, он потом через неделю подпишется. Может быть, он про вас вспомнит потом. Может, вообще никогда про вас не подпишется, но ему попадется реклама вашего продукта где-нибудь, и он хотя бы вспомнит, а, я это видел. Так вот, важно, чтобы он вас хотя бы чуть-чуть запомнит. Давайте я просто покажу на своем экране, как это сделано у меня. Так, что я чуть-чуть этот слой не вывела зря. Сейчас, секундочку. Я покажу это, как сделано у меня. И покажу, почему я сделала все именно так, а не иначе. Вот смотрите. У меня, когда ко мне сюда приходишь, понятно, да, что Эльвира Барякина писатель. Здесь у меня у вас будет писатель написано, потому что у меня все настройки по-английски, у вас будет писатель по-русски написано. Роман «Девушка из лабиринта» выйдет тогда-то. Что это такое? Стро-сюжетное фэнтези. Про что? Бывшая королева расследует свое собственное свержение. Вот ссылочка. Вот мои вечные истории, как это называется. Их можно использовать как меню, в котором написано про вас, кто вы, что вы, чего вы делаете. И все ваше наполнение вашего аккаунта, он показывает, какая у вас эстетика, что вы делаете, зачем вы делаете. То есть понятно, да? То есть понятно, про что. Вот вы сюда попали, мир совершенно очевиден. Вы то же самое делаете примерно под свой продукт. И начинать рекламу вот без всего вот этого мероприятия, совершенно невозможно. Неделю назад, тот, кто помнит, у меня здесь было 1300, что-то сколько-то подписчиков. Вот в течение недели я буквально левый набой. Вот за 3 копейки левый набой. Что ты поделала? И глядишь, вон 55, даже больше, чем 55 подписчиков, просто пришли, потому что у меня там остатки рекламных объявлений крутились какие-то. И вот так вот народ и выращивается. То есть ты чуть-чуть денежку небольшую вливаешь, и народ сам приходит. Потом это все начинает крутиться из геометрических прогрессий. И вот если у вас все вот так вот сделано, вы можете либо платить денежку за то, чтобы, за то, что у вас какая-то реклама тут крутилась, либо вы можете пойти к книжным блогерам. Я хочу сходить к книжным блогерам, посмотреть, получится у меня или нет. С ними вообще договориться на то, чтобы они дали на меня ссылку. Посмотрю, не знаю, попробую. Значит, я собираюсь им за это платить деньги. Опять же, большие деньги я не буду за это платить. Я буду платить за это столько, сколько у меня есть, сколько я готова на раскрутку. Если это окажется, что это дороже, чем платить за рекламу, то спасибо нет. Если это окажется, что это дешевле, чем платить за рекламу, давайте просмотрим такие варианты. Ну, то есть мы будем искать все варианты, которые нам помогут привезти сюда людей, уведомить их о нашем продукте, и сделать так, чтобы люди с первого взгляда, вот они зашли в мой профиль и сразу видели, что тут дают, что это такое. Итак, возвращаемся к себе. Вот сюда. Значит, нам нужно оформить профиль, наполнить его нужными постами, в котором будет понятно, что вы за продукт рекламируете. И вот у нас там 9-12 штук надо сделать. Теперь заходим конкретно в свой пост. И вот под вашим постом, вот, например, вот это я сделала скриншотик. Вот будет кнопочка «Продвигать публикацию». Эта кнопочка появляется только на бизнес-аккаунте. Больше не… То есть в обычном аккаунте его просто нет. Вот на нее тычете, и тычете, так делайте на… Ну, на три поста. Я сделала на прошлой неделе на три поста. Что это нам даст? Он нам начнет откручивать вот эти вот наши посты, подсовывать в ленту людям, на аудиторию, которую мы им настроим. Сейчас расскажу, как это выглядит. И мы на основании вот этих трех постов мы сможем посмотреть, какой у нас пост приносит нам больше всего подписчиков. Мы это увидим на циферках. Сейчас покажу, как это выглядит. И наша задача сделать так, чтобы на каждый вложенный там рубль, или там доллар, или евро, в зависимости от того, где вы находитесь, чтобы на каждый из них у вас пришло больше подписчиков, чтобы ваше объявление было дешевле, чем… То есть вот платить все равно придется, просто хочется, чтобы людей пришло побольше, а заплатить Инстаграму поменьше. Вот что надо. Поэтому мы вот закатываем где-то три объявления в рекламу и смотрим, а что у нас заходит. Таким образом, именно для вашей аудитории, именно для вашего случая, вы сможете определиться, а какой пост у вас получился. У вас какие-то посты будут работать, какие-то не будут работать. Значит, важный момент. Продвигать надо не меньше 7 дней. Почему это так? Потому что в силу того, что бюджет-то вы ставите маленький, все ваши объявления вступают в конкуренцию с другими рекламными объявлениями, нацеленными на точно такую же аудиторию. Значит, что показов-то у вас будет не очень много. А если показов не очень много, получается, что Инстаграму надо… У него нет материала научиться для того, чтобы показать ваше объявление как можно большему количеству народа, исходя из вашего бюджета. И ему надо понять, а какой народ любит то, что вы ему показываете. И если мы продвигаем меньше 7 дней, то он просто этот алгоритм не успевает научиться. Вот эти первые ваши объявления у вас будут дорогие в любом случае. Почему это так? Потому что Инстаграм понятия не имеет, кому показывать ваши объявления. Откуда ему знать? Вы же его не обучили? Не обучили. Но когда у вас вот эти ваши посты продвигаются в течение 7 дней, окей, хорошо, там будет, ну, дороговато. Ну, по сравнению с настроенными, с правильно настроенными уже объявлениями с конечным результатом. И, ну, обучать его нужно, потому что нет никакого другого способа найти вашу аудиторию, середину Инстаграма. А в Фейсбуке все абсолютно то же самое. Итак, значит, вот, допустим, вы нажали кнопочку «Продвигать», вот эту, «Продвигать публикацию». И теперь вам нужно пока сказать вашему, вернее, надо сказать искусственному интеллекту Инстаграма, какую аудиторию вы хотите видеть у себя в вашем аккаунте. Если вы будете бомбить по вообще всем, то цена вашего объявления будет дико дорогой. Почему это так? Потому что вы будете показывать, ну, допустим, вы пишете книжку ужасов. Вам очень нравится, и как бы душа поет. Но ужасы нравятся не всем. И если вы, допустим, свои ужасы будете показывать таким-нибудь мамочкам или православным священникам или еще кому-нибудь, они вообще не поймут, что это. И они будут на вас, там, кто-то будет ругаться, кто-то будет вас блокировать, но у вас самое главное не будет перехода в посещение подписок. То есть не будет происходить того, чего вы хотите. Поэтому у вас есть таких два варианта. Я сейчас вам все на слайдах покажу, чтобы было визуально. Сначала объясняю теорию, как это работает. Вам надо будет сначала сказать Инстаграму, какую аудиторию я хочу. Они попытались упростить для вас. Значит, они говорят, вы можете создать автоматическую, автоматическую аудиторию. И если вы говорите автоматическую, то тогда Инстаграм сам будет подбирать вам читателей, похожих на ваших подписчиков. Дело в следующем, что если вы никогда не занимались продвижением своего Инстаграма раньше, и у вас там какие-то люди сидят, ну, допустим, там, 100-200 подписчиков, и ваши друзья, приятели, там, кто-то. Так вот, они же ваши ужасы не читают, или там, ваши любовные романы. Они, это ваши друзья и родственники, им не особо-то это все интересно. Поэтому, если у вас, то есть, если вы создаете аккаунт не с нуля, а это у вас на основе вашего личного аккаунта, вам не надо делать автоматический набор читателей. Если вот у вас уже есть писательский аккаунт, и на него, как вот именно написать, или на вашу книжку подписались, то тогда, да, нажимаем кнопку автоматически, едем дальше. А если нет, то тогда пишем «Создать новую аудиторию», «Создать». Там вы можете написать название аудитории, чтобы вы не забыли, что это, потому что просто список людей. Местоположение, где эти люди находятся, их интересы, возраст и пол. Значит, пройдемся сейчас по всем параметрам. Местоположение важно, потому что, смотрите, когда вы набираете свою аудиторию, зачем она вам нужна? Чтобы, когда у вас будет релиз книжки, вы эту аудиторию направляете в определенное место, чтобы она совершила определенные действия. Вот я, например, свою аудиторию буду направлять на Литнет, когда у меня будет релиз моей книжки 24 декабря 2001 года. Я этим всем скажу, всем, кто на меня подписался, народ, налетай, покупай, вот сюда приходите. Я до чего хочу от этой аудитории? Чтобы она начала читать мою книжку и на какой-нибудь главе, там, 4-й, 5-й, сказал «Ух, как интересно! Готов я дать или верить денег и даст мне там 99 рублей или там 100 рублей или 120». Ну, я еще не знаю, там с ценообразованием не определилась еще пока. А поделюсь. Ну, в общем, какую-то копеечку мне дать. Так вот вопрос-то в том, чтобы люди, которые придут туда, чтобы они были готовы мне эту копеечку дать. То есть, чтобы, а, эта копеечка у них не была последней, и, б, чтобы они были приучены уже за что-то платить в интернете. То есть, чтобы у них в головах сидела уже некая культура, что, как бы, если человек трудился, и мне нравится то, что он сделал, я ему хочу дать денег. Потому что есть люди, их очень-очень много, которые считают, что халява – это наше все, весь мир должен обслуживать мои хотелки. Да, такие люди здесь. Они, то есть, у них там свои представления прекрасны, почему это так. Но вот так. И мы точно знаем, что если мы настраиваем аудиторию на крупные города, то у нас шанс на то, что хоть кто-то еще хоть что-то купит, но они повыше будут, нежели если мы будем настраивать аудиторию на глубокую провинцию, в которой, а, либо у людей просто денег нет, ну, то есть, они не могут вам помочь, либо же нет культуры платежа в интернете, и они не хотят вам помочь. Поэтому чего толку сливать свой бюджет? Понятное дело, что настраивать на них все гораздо дешевле, потому что, опять же, эта аудитория никому не нужна, за нее никто не соревнуется, на аукционе внутри Инстаграма никто... То есть, это все будет стоить трикопейки, но это трикопейки не о чем. Они вам, в общем-то, не особо-то и нужны. Значит, по поводу... Поэтому я сама настраиваю свою рекламу на крупные города России. Я выбрал крупнейшие. И плюс еще Московская область, Ленинградская область. Вот на них я настраиваюсь. Если у меня потом случайно зайдут какие-то другие люди, которые вдруг окажутся, что я неправильно не удумала. Прекрасно. Я вам сейчас покажу, как Инстаграм сам настроится на них. Но для своей вот этой первичной аудитории, самой-самой первой, мы выставляем вот это, называем ее... Скажем так, я назвала ее, по-моему, базовая аудитория, что ли. Женщины 35 плюс... 55. 35-55, как бы я так назвала. И пометила, что это у меня крупные города России. Итак, отметили. Почему я еще не беру... Почему я не беру пока Европу, США? Потому что Европа и США – это немножко более дорогое удовольствие. Потому что за внимание людей, которые живут в Европе, США, Канаде, там, в других странах, за них же соревнуюсь не только я со своим бюджетом, за них соревнуются еще местные магазины, местные рестораны, местные химчистки, местные сервисы какие-то. Они же тоже хотят настраиваться на них и показывать им свою рекламу. А места рекламных в Ленте ограниченное количество. Поэтому мое объявление, настроенное на вот эти дорогие города, будет просто дороже. Зачем оно мне? Какая мне разница? Кто мне заплатит вот эти вот 100 рублей, которые я хочу? То ли человек из Чехословакии, или из Чехии, из Великобритании, или же из Саратова. Мне, как предпринимателю, мне все равно. А объявление мое будет стоить дороже. Поэтому пока ограничиваемся Россией. По поводу Украины. Я делюсь просто своим опытом. Не буду говорить за всю Одессу. Просто мой опыт личный. Когда я вставила рекламу в Украину, в своих книжках, ко мне прибегала куча националистов местных и ругалась матом. Типа, что Эпл делает в моей ленте? Почему это по-русски? Не хочу ничего по-русски. Дело в том, что я делаю настройки русский язык. То есть у них, у самих их настройки, их Facebook, Instagram русский язык, они видят мои объявления только поэтому. А тем не менее, они приходят и ругаются. Я не люблю, когда меня ругаются. Поэтому я просто, ну, извините, нет. Поэтому Украину я пока убираю. И причина только одна. Причина в том, что они портят мне настроение. Я не хочу, чтобы мне настроение портили. Поэтому нет. Вот. По поводу Белоруссии смотрите сами. Не знаю ничего про систему платежей в Белоруссии. Я не в курсе, что там происходит. Но точно знаю, что Прибалочка работает. То есть Литва, Латвия, Эстония. Там русскоязычное население, читающие русские книжки, достаточно, вот, в процентном отношении значительное. Поэтому у меня там с ними все работало нормально. Что касается других стран, пока у меня... Ну, то есть я просто беру Россию. Потому что, я думаю, ну, так кажется на данный момент, что это просто победит. Вот. Значит, дальше. Интересы. По интересам. Сейчас, в принципе, вот, по большому счету, надо бы настраиваться на интерес. Это другие авторы, которые пишут в ваших жанрах. Проблема в том, что вот в англоязычной части интернета, ну, Facebook, Instagram, существуют огромные аудитории, которые, например, любят Стивена Кинга или, там, Николаса Спарка или еще кого-нибудь вот в этом духе. То есть можно настраиваться по автору. Но в России, я вот видела, по-моему, только Бориса Акунина я смогла найти, а других я даже, по-моему, и не нашла. Поэтому это вот я сейчас говорю про настройку через Facebook, через Instagram, это вот по упрощенной схеме. Это нельзя сделать. Вы можете там сделать только интерес, выставить по жанру. Но, в принципе, это я вам говорю просто по большому шоку, большую картину мира. В принципе, идеальный вариант – это настраиваться на крупного писателя, который пишет в том же жанре, что и вы. Потому что если люди на него, на этого писателя подписались, это говорит о том, что это активная аудитория, которая вот там готова написать и подписаться. То есть это очень хорошо. Но это не всегда получится. А здесь, наверное, в наборе первичной аудитории мы сюда просто пишем интерес, ну, там, допустим, фэнтези, или же интерес, хоррор или ужасы. Ну, там посмотрите свой интерес, любовный роман. И выставляете вот этот вот самый простой интерес. И выставляете возраст и пол. Опять же, смотрите по своему жанру. Если вы пишете молодежную, молодежную, эти самые книжки, я бы сделала два варианта объявлений. Первый – это, скажем так, 18-25. А второй – точно такое же объявление, на него настроила бы. Это возраст там 25-35, или же можно даже и побольше сделать. И посмотреть, а кто реально откликается на ваше объявление. Я была уверена, что, так как я пишу фэнтези Янг и Далл, что у меня сейчас это будет для Янг и Далл. Нет. У меня вот лично в моем случае 35 плюс 35-55 – это вот самое-самое благодарное аудиторию. И мне нет ни малейшего смысла пытаться хватить аудиторию более юную, потому что вот на тот контент, который я даю, она просто не реагирует. И я ей ни капельки не расстраиваюсь, потому что аудитория женщины 35 плюс – это гораздо более классушеспособная аудитория. Мы же тут пришли деньги зарабатывать, а мне эти медали не трясти. Поэтому я выставляю женщины, я выставляю возраст 35-65, интересы фэнтези, местоположение крупных городов. Вот это в моем настройке. И определяю бюджет. Бюджет я ставлю минимальный, потому что пока я не знаю, что я делаю. То есть я экспериментирую. Это мой эксперимент, я смотрю, что получится. И срок действия рекламы – 7 дней. Моя задача – собрать не менее 50 новых подписчиков. Вот я вам показывала свой Инстаграм-аккаунт, вот мои 50 подписчиков за недельку собралось. И это та аудитория, к которой я теперь могу работать. Нет, нет, нет. Давайте теперь по слайдам. Я вам сделала все скриншоты, чтобы показать, как все выглядит. Так, значит, смотрим, что у нас получается. То есть когда вы нажимаете вот эту кнопочку «Продвигать», вам нужно, вот вы попадаете сюда, в такой экранчик, больше посещений профиля. Больше сообщений – это для тех, кто пишет директ-месседжи, больше посещений сайта – это для тех, которые пишут, ну, то есть у кого есть сайты, кто настраивается по пикселю. Сейчас это к нам не имеет отношения. Попозже расскажу, что делать с пикселем. Пока у нас больше посещений будет. Вот сюда вот эта кнопка тыкана. Значит, если, я вам говорила про определить свою аудиторию. Если автоматически, это если у вас уже писательские аккаунты, там набраны люди, которым интересны ваши книжки. Если ваша аудитория, вы не знаете ее, вы пишете вот здесь кнопочку «Создать свою аудиторию». Вот этот читатель и базовый набор, это я создала ее сама, эту аудиторию, то есть вы ее создаете и ее называете, и она запоминается в системе. И поэтому, когда я, например, хочу продвигать какой-то свой очередной пост, я нажимаю вот эту кнопку «Читатель и базовый набор» – тыкан. И у меня это объявление начинает базоваться на точно такую же аудиторию, как и мои предыдущие посты, и я смотрю, а что лучше заходит. Просто по цене объявление. Вот, вам надо нажать автоматически, там бюджет. У вас там будет в рублях, скорее всего. Я-то из Штатов делаю, поэтому у меня 5 долларов в день. У меня могут быть цены одни, у вас могут быть совершенно другие цены, потому что в зависимости от страны, там вот эти лимиты, они разные. Вот у меня минимум 5 долларов в день и, значит, продвижение на 7 дней. Все, запустили и так далее, и поехали. То есть у вас все это запустится, если у вас подключен бизнес-аккаунт, если у вас подключена ваша карточка, чтобы вы могли заплатить в инстаграмму за вот это все счастье. Вот, и у вас начала откручиваться ваша реклама. Через 7 дней вы пойдете и посмотрите на результаты. Пока сейчас не трогайте, потому что больше того бюджета, который вы сами зарядили, с вас не пишут. Вы выделяете эти детишки на то, чтобы выстроить свою первичную базовую аудиторию. Теперь едем дальше. Значит, теперь для того, чтобы нам все смотреть, как у нас работает вся наша система, нам нужно, как я уже говорила, все связать с Facebook. Вам нужно, чтобы сделать страницу в Facebook, напоминаю для тех, кто не помнит, вам нужно иметь обычную страницу, обычный аккаунт, профиль, по-моему, его там называют, и вам нужна бизнес-страница. Как сделать бизнес-страницу? Вот на этот домик, или как его тут назвать, в общем, точечки, вот сюда тыкайте, тыц, создайте страницу, тыц, и потом в эту страницу вы наполняете ее, она у вас, ваша страница становится, ну, как бы вы ее туда накидываете, там, обложечку, пишете, что это, кто это, что там происходит, и вы уже, давайте я вам тогда тоже ее покажу, как вот, как у меня, сделаем, сделаем. Я вам не говорю, что это идеал, это то, как можно двигаться перед маленькими шажочками. Сейчас загрузится. Вот. То, как вы ее видите здесь сейчас, это то, как вижу ее я, как автор. Тоже у меня здесь обложка, сейчас у меня здесь загрузится, она из-за того, что я веду трансляцию, у меня все медленно. А для того, чтобы вам посмотреть, как видят вашу страницу ваши юзеры, вам нужно пойти и выбрать себя. Вот, это мой профиль. То есть, видите, это вот страница, а это мой профиль. И сейчас у меня все сейчас переключится на то, вот, это то, как видеть сторонние люди. Вот, я верю, это мой профиль. И теперь я могу посмотреть, что у меня происходит, и могу увидеть, что у меня на эту страницу подписалось 185 человек. Я за эту неделю тут не делала вообще ничего, потому что мне было некогда. Вот. Но теперь, что я должна здесь сделать, для того, чтобы сделать все то же самое? Это продвинуть абсолютно все те же самые посты, которые у меня продвигались. Мы помним о том, что Facebook страниц, бизнес страниц почти никогда не показывают. Ну и что? Нам без разницы. Нам главное, чтобы он показал это во время рекламы. Люди у нас подписались, либо лайкнули, помните, да, я вам рассказывала на прошлом вебинаре, и написал о прошлом, чем отличается подписаться от лайкнуть. То есть, если нравится, то есть, они автоматически подписаны, и это у них появляется в их, на их страницах профиля в разделе информации. То есть, они как бы становятся нашими рекламными площадками. Если они просто подписались, то они просто, ну, просто видят наше обновление иногда в своей ленте. Но если они не поставят вот эти приоритеты показа, по-моему, они вот тут находятся. Да, настройки подписки, вот тут они находятся. Сюда вот эту кнопку можно ткнуть, и тогда поставить, чтобы показывать в первую очередь. Но никто этого на самом деле не делает, потому что обычный народ, все вот эти кнопки у них вообще ничего не понимает. И даже никто в них не дыкается. Но нам без разницы, потому что нам самое главное собрать тех, кто нравится. Сейчас объясню, зачем. То есть, это потому, что мы можем из них составить нашу аудиторию под рекламу. И вот, значит, сейчас, что я буду здесь сделать? То же самое на этой странице. Значит, абсолютно все то же самое. Я здесь буду продвигать посты, потому что вот здесь вот их можно продвигать. То есть, под теми же самыми постами у нас есть кнопочки продвигать. Только мне надо переключиться. Видите, если вы их не видите, эти кнопки, то переходим обратно вот сюда, в свою, ну, как бы на бизнес-страницу, выступаем от имени ее. И вот сейчас у нас будет продвигать публикацию. Видите? Вот продвигать. То есть, я могу сейчас потыкать, продвигать публикацию, посмотреть, а какие из моих постов заходят лучше для Фейсбука. Делаем абсолютно все то же самое. Теперь. Значит, так, где мы идем? Вот тут. Значит, мы делаем ту же самую связку. Создаем бизнес-страницу, привязываем карту, привязываем Инстаграм. Создаем вот теперь маленькие сложности, которые нужно, ну, как бы понять. То есть, путаница дикая с Фейсбуком заключается в том, что это огромная команда в огромной корпорации, у нее правая рука не знает то, что делает левая. Более того, они сами вот это вот проходят тренинги по изучению своей системы. И эти тренинги им ведут там, большие специалисты, которые их в течение нескольких недель натаскивают на то, чтобы разобраться в этой системе. И посмотреть на свою систему глазами простого юзера, особенно из другой страны, они не в состоянии. Им кажется, что все и так понятно, все ясно, а на самом деле нет. Так вот, нам приходится через это все продираться. Сейчас я вам расскажу про тему, которая внутри тут находится, то есть их внутренняя логика. Итак, у нас есть бизнес-страница. Эта бизнес-страница должна быть привязана к бизнес-аккаунту. И этот бизнес-аккаунт внутри себя еще имеет рекламный аккаунт. То есть у нас как бы пирамидка, такая трехступенчатая. Бизнес-аккаунт. Еще разочек, да? Проводяем. Facebook и Instagram, оба бизнес-аккаунта идут в связке. Они привязаны к вашему бизнес-аккаунту. Внутри бизнес-аккаунта находится рекламный аккаунт. У вас может так получиться, что автоматически система может взять и создать вам еще один лишний рекламный аккаунт, если вы рекламируетесь через Instagram. Какое бывает? Сейчас я вам покажу, где это выглядит. И это именно и создаст путаники. Вы будете хлопать глазами и заходить к себе в бизнес-аккаунт в Facebook и не понимать, где у вас чего лежит. Сейчас покажу, где. Потому что я сама ужасно долго билась, но добилась и поняла. Значит, смотрите. Ваша основная кнопка, как отслеживать и где отслеживать результаты, это business.facebook.com. Все лежит вот тут. И ваши... Не забывайте про эту плашку. Потому что вот под стрелом главное. Вот здесь у вас будет лежать ваши... Как бы все ваши аккаунты. Сейчас давайте на своем примере покажу. Идем опять в... Вот, уже открыто. Вот, business Facebook manager. Вот смотрите. Идем сюда. То есть все это выглядит страшно ужасно, потому что непонятно, а где чего. Видите? Вот у меня есть мой аккаунт, который мне привязался к моему профилю. Он у меня там появился только потому, что я рекламировалась через Instagram. А есть еще мои бизнес-аккаунты. Что такое бизнес-аккаунт? Это место, где вы можете собирать различные рекламные аккаунты. Это на самом деле все заточено на простого юзера типа нас с вами. Это заточено на профессиональных таргетологов, на рекламщиков. У них вот есть один бизнес-аккаунт, привязанный к их профилю. И там может быть рекламных аккаунтов от разных клиентов хоть 50. И именно поэтому они так всю эту пирамиду усложнили. То есть видите, их страница привязана к бизнес-аккаунту. Бизнес-аккаунт привязан к различным рекламным кабинетам. Поэтому, а нам-то нужна одна ступень, нам нужен только один рекламный кабинет. Но нет, мы должны сделать еще одну. Потому что это было сделано не для нас. И у меня вот смотрите здесь, что есть. Просто показываю. Я создала три разных бизнес-аккаунта, потому что я веду три разных бизнесика. Вот у меня есть бизнес-аккаунт с правочным писателя. У меня есть бизнес-аккаунт сестра Элли. Это как раз вот привязанный к моему роману, к моей странице про автосюжетное фэнтези. А еще есть у меня на английском языке. Я еще пока его, ну я его только создала, чтобы два раза не вставать. Но я там еще пока ничего не веду, потому что я все тестирую сейчас на русском языке, смотрю, что у меня получится. Потому что учиться на русском гораздо дешевле. Именно поэтому сначала по-русски, потом на английский переведем, чтобы у меня просто считания такие высокие были. Вот этот вот мой аккаунт, который я здесь сделала, я туда вообще не хожу. Если вдруг получается ситуация, я просто ходила в группу службы поддержки, и у них выясняла, говорю, ребята, почему у меня подсоединена моя компания на... Почему она у меня... Мой аккаунт Инстаграм присоединен к моей бизнес-странице на Фейсбуке, а у меня все мои объявления появляются вот в этом аккаунте. Так вот, мне что сказали? Чтобы вот это не происходило, вам нужно на телефоне зайти в настройки к себе туда, где вы платите, и поменять там, вот в глубине, поменять, с какого аккаунта вы платите. И только после того, как я это сделала, я смогла забыть про этот свой аккаунт, который у меня привязан здесь, потому что мне он тут не нужен. Здесь у меня мой профиль, мой личный аккаунт. Мне нужно, чтобы все мое, вот все, что у меня было, чтобы у меня все лежало вот здесь, в моем бизнес-аккаунте. Внутри этого бизнес-аккаунта у меня могут быть сколько угодно всевозможных разных вещей. Значит, мы можем пойти сюда, вот, и в моем бизнес-аккаунте здесь мы можем настраивать, что у кого есть право управлять моим аккаунтом, кто мои, вот люди, это вы сами себе даете право делать то, что вам надо, вот, высвечивается здесь. Или же вы можете кого-то еще приглашать, кто будет вам помогать делать. Вот, например, там, я приглашаю Павла Мамаева, чтобы он мне помогал делать, настраивать там мою рекламу. И мы даем ему определенные права. Вот, видите, здесь написано доступ администратора, а здесь может быть там еще доступ какой вы сделаете. И вы здесь вот тут вот привязываете страницы к вот своему бизнес-аккаунту и рекламные аккаунты привязываете. Помните, я вам говорила, что вам нужно посмотреть, как это сделано, идите на YouTube и вам там все объясняют. Вот, вот это настраивается, все вот тут. Еще разочек, чтобы не забыть, где чего. Первый ваш шаг, сейчас у меня надо уедеть или не уедеть. Ну, сейчас загрузите назад. Первый ваш шаг создать бизнес, зайти в бизнес-фейсбук.com, создать бизнес-аккаунт и привязать его к правильной странице. А потом эту правильную страницу здесь выбирать. Вот, правильная страница. И все настраивается. Теперь, значит, мы помним, что мы сделали. Где у нас вообще лежат отчеты по нашим, где у нас лежат отчеты по нашей рекламе, которую мы сделали. Вы можете смотреть простенькие отчеты у себя непосредственно на телефоне, потому что там у вас будет кнопочка под названием там статистика. Она у нас, по-моему, здесь на этом, здесь ее, по-моему, на доступе, нет, это надо на телефоне, по-моему, смотреть. Ну, в общем, можно зайти на телефон, и на телефоне у вас там будет показано здесь вот, вот здесь вот, статистика, видите, вот на эту кнопку. И вы сможете посмотреть, что у вас там получилось с вашей рекламой. Но на самом деле все хорошо видно и хорошо все прослеживается только в рекламном кабинете непосредственно Facebook. Итак, вот этот вот Ads Manager вот сюда, это то, где у вас лежат ваши объявления. Вот я на нее тыкаю и попадаю вот сюда. Вот, смотрите, я продвигала все свои три объявления. На каждое из них я выделила по 30 долларов, и в каждое из них у меня прошло 7 дней. И у меня все, значит, здесь мы можем посмотреть, что у нас получилось. что вот на это объявление с девушкой у меня, вот оно, вот это вот с девушкой, тыкали у меня гораздо лучше, чем на объявление с мужиком, вот с этим, и чем объявление вот это, что я ненавижу в книгах. Я просто экспериментировала, смотрела, а что людям больше нравится в моем случае? Девушка с густой. Как мы видим, что у меня здесь получилось 15 центов за клик. Это суммы дорогие. Я сразу говорю, дорогие. Объяснила, почему дорогие. Потому что Инстаграм понятия не имеет, какая аудитория будет на меня реагировать. Теперь мы посмотрели и удостоверились. Ага, все понятно. Значит, было у нас 11 тысяч показов, клики по ссылке. Вот это из всего совокупного, из всей совокупной вот этого количества людей, которые посмотрели на мое объявление, у меня там, ну, вот 50 человек, 55 даже уже скопилось. Пожалуйста, пускай вас не пугает то, что вот показов там, о май гад, сколько там, 30, 32 тысячи людей показалось, а что-то у нас всего 50 человек подписалось. Это нормально. Потому что если вообще процесс шел, чтобы вообще на вас кто-то подписывался, потому что ваша задача на данном этапе обучить алгоритм Facebook-Instagram понимать, а какая аудитория вам нужна. Это делается только путем проб и ошибок. Больше никак. Вот, поэтому показали, получили результат, поняли, что девушке больше нравится. Хорошо, исходя из этого, мы будем рисовать больше девушек и давать, и показывать им. То есть людям просто это больше нравится, они поэтому лучше переходят. Хорошо, спасибо. Теперь, что нам нужно сделать? Наша задача теперь собрать вот это вот все, всех людей, то есть мы обучили свой алгоритм, показали ему, и собрать их в аудитории. Кто это такое? Как видите? Смотрите. Значит, у нас есть вкладочка еще, аудитория. Вот тут. Мы идем туда. Пока мы идем туда, пожалуйста, мне в Телеграме напишите, что вы меня ли слышите, не потеряла ли я связь с миром. Поставьте мне плюсик, здесь все хорошо. Пока у меня все грузится. Вот. Да, все хорошо. Теперь смотрите, то есть что такое аудитория? Вот мы показали свои объявления нужным нам людям. Мы обучили искусственный интеллект, какая аудитория на нас реагирует. У нас есть 55 людей, которые на нас среагировали, и это уже та база, от которой мы можем отталкиваться. Мы примерно знаем, какие объявления нравятся нашему аудитории и нравится красивой девушке. Прекрасно. Мы теперь понимаем, что нам нужно делать. Теперь мы делаем так. Вот помните, я вам говорила, что когда вы делаете первичную свою аудиторию на разные объявления, читатели, базовый набор, вот она. Вот она здесь сохраняется. То есть мы можем туда зайти и посмотреть, что там у меня лежит. Помните, да? Вот я ее достроила на Россию. Возраст 35-55, полженщины, интерес в темной фэнтези, эпической фэнтези, фильмы жанра фэнтези, научной фэнтези, элибератской фэнтези. Вот это вот оно мое. Вот они мои города, которые я выставила. То есть только крупные города России. И это только Инстаграм. Вот вы сделали. Все, спасибо. Теперь мы создаем новую аудиторию. Вот я ее вчера создала. Как мы ее создаем? Втыкаем кнопочку «Создать». И в этой аудитории у нас будет взаимодействие с Эльвиром Барякиным, с моим Инстаграм-аккаунтом. Давайте сейчас пройдемся, я вам покажу, как это выглядит. То есть это будет пользовательская аудитория. Я ее сейчас не буду сохранять, а просто вам покажу, где она лежит. То есть аккаунт Инстаграм. Нажимаем «Далее». Источник. Вот он мой. Аккаунт Инстаграма Лилия Барякина. События. Все, кто взаимодействовал с этим профессиональным аккаунтом. Вот смотри, здесь есть много-много разных выборов, но нам нужны не все посетители профессионального аккаунта, потому что если это просто посетители, они пришли посмотреть, ничего не сделали, зачем они нам нужны? Нам нужны только те, кто взаимодействовал, взаимодействовал, там лайки поставил, комментарии поставил, подписался в чем-то такое, добавил сохраненным, то есть проявил интерес, а не просто зашел. Вот. И в этой аудитории здесь у нас будут удерживаться люди в течение 365 дней. Мы можем сюда исключить людей, допустим, каким-то ролик вам ходит, и вам мозг выносит, вот их можно прийти и просто исключить. А можно еще включить каких-то людей, которые вам нужны. Ставить сюда название аудитории и просто напишите кнопочку, там создать аудиторию. И у вас появилась аудитория. У нас она, видите, она маленькая еще совсем, еще не выращенная, меньше тысячи человек. Ну, там, понятное дело, почему, потому что мы же показались мало кому, кто-то нам лайки поставил. А вот теперь что мы делаем? А теперь мы создаем похожую аудиторию. То есть мы даем искусственному интеллекту Инстаграма задание. Возьми вот всех, кто вот в этой аудитории сидит, и сделай похожую аудиторию 1%. То есть, смотрите, мы делаем сюда, идем только похожая аудитория. Вот. И вот что это такое 1%? Это чтобы отклонение было не больше 1%. И мы сюда вставляем. То есть, чем у нас меньше, тем точнее попадание. Наиболее, то есть, 1% наиболее похожую исходную аудиторию. Вот выбираете здесь источник похожей аудитории. Вот мы пишем пользовательская аудитория, которую мы только-только создали. Вот. Играем сюда. Вот. После этого мы пишем выберите местонахождение аудитории. Вот здесь уже можно и не писать, потому что вы уже изначально все это местонахождение сделали. И выставляете вот этот самый 1%? И потом создать аудиторию. Вот. Теперь у вас появляется похожая аудитория. Россия 1% взаимодействие с Сильверой Барякиной. И вот всю свою следующую рекламу будет настраивать вот на эту аудиторию. Потому что, видите, да, логика? Собрали аудиторию первичную, заплатили за нее много. А вот здесь у нас объявления будут точно дешевле. Почему? Ну, потому что мы собрали аудиторию, которая на нас реагирует. И мы хотим показывать наши объявления только тем людям, которые точно 100% реагируют на нас. Вот. И вот абсолютно все то же самое мы делаем для Фейсбука. Точно так же продвигаем посты. Задорого берем первичную аудиторию. Если у нас не получается продвигать посты, то есть мы продвигаем, а все равно никто не подписывается. Проблема в аккаунте. Потому что люди постоянно ищут что-нибудь новенькое, интересненькое. И если вы им показываете объявление, они не подписываются совсем, надо идти в свой аккаунт и его переделывать. Смотреть, понятен ли жанр, понятно ли, на правильную ли мы аудиторию настраиваемся, все ли у нас там хорошо, интересно, понятно. Если все хорошо, интересно, понятно, люди будут на вас подписываться, потому что они любят то, что вы делаете. Просто по определению. Если вы это делаете качественно, то они к вам идут. Если у вас качества нет, возвращайтесь на первую клетку игры, и начинаете учиться. Так, я же вам забыла сказать про скидки. Как же так? Так вот, про скидки. Пожалуйста, если вы пока еще пишете недостаточно хорошо, если пока еще вам надо прокачать собственное литературное мастерство, у меня есть скидка для вас. Это вот на этот курс. Как же так? Я же это... Что же я про скидки-то забыла? Вот, скидка на курс. Талантливый автор. Вот сюда идем. Вот сюда. И здесь у нас... Как научиться хорошо писать? Курс писательского мастерства для новичков. У нас здесь прекрасные уроки, которые... Можете потом посмотреть на результаты, что получается у тех людей, которые у меня учатся. Они получаются очень хорошо. Так, 30%. Пишите... Талант... Купон. Заболталась. Купон на скидку 30%. Вот идете сюда. Все купоны у нас всегда лежат в событиях. Вот. Вот здесь вот. Скидки недели 30%. Курс талантливый автор. Как научиться хорошо писать? Чтобы получить скидку, введите купон талант 30% при оправлении покупки. До 26 октября. А потом все опять будет 100%. Поэтому хватайте быстрее. Итак. Значит, если не получается учиться писать хорошо, это можно сделать. Теперь. Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы создать объявление? Я вам просто рассказываю, что я буду делать дальше сама. Я сейчас создам ролик, видеоролик, в котором буду объяснять, показывать, как работает мое... Ну, то есть, объяснять, показывать просто свою книжку. И в этот видеоролик я запущу на Инстаграм. И его буду показывать, аудитория какой, какая у меня похожа на мою вот эту вот, на мою вот эту вот собранную похожую аудиторию. И я надеюсь, что у меня прирост моего аккаунта будет гораздо быстрее, и он будет у меня гораздо дешевле. Потому что я показываю его правильным людям. Ну, в Facebook у нас происходит абсолютно все то же самое. Мы показываем, то есть, сначала продвигаем, потом собираем аудиторию, потом делаем аудиторию похожую на, показываем свое новое объявление, свои новые посты вот этой вот самой аудитории. И тестируем, тестируем, тестируем. Мы можем что делать? Смотрите, теперь еще одна вещь. Когда нам нужно непосредственно создать объявление, мы идем в вот этот Ads Manager. Вот, помните, да, мы находимся в бизнес-менеджере. И теперь нам надо попасть в наши... Сейчас вернемся назад. Сейчас нам надо попасть в наш Ads Manager. Ads Manager – это управление рекламой. Все медленно, ну ладно. Вот, вот сюда мы тыкаем. Здесь я сейчас, ткнула сюда, я попаду вот сюда, где лежат мои вот эти вот первичные рекламные кампании. Теперь, как здесь все устроено? Мы можем ткнуть в любое из этих... в любое из этих объявлений, вот сюда. У нас... И мы можем его редактировать. Вот эту вот кнопочку нажать. Вот так. И у нас здесь показана вот эта вот лесенка. Он мне ничего не показывает. Да, Ирина, я вижу в чате, вы пишете, какой Facebook сложный. Да, он сложный, он реально сложный. Но по шагам, медленно. Вот как вам делать так, чтобы понять то, чего вот я методом плохо, проб и ошибок поняла? Медленно, по шагам. Вот делать, как я говорила, мы сейчас вернемся к тому, чтобы... Я вам еще разочек все проговорю быстренько, для того, чтобы еще хорошо в голове уложилось. Значит, туда вы можете зайти и редактировать вот эти вот ваши настройки и посты. А, вот здесь он пишет, что эта группа объявлений создана в Инстаграме, не может редактироваться здесь. Ладно, хорошо, мы не будем это делать. Я вам сразу же покажу. Идете туда, кнопка «Создать». Вот, процесс создания рекламы. И что у нас здесь происходит? Вы можете здесь настраивать свое объявление, либо же вы можете рекламировать конкретный пост. То есть вы можете здесь написать, что, значит, ну вот название поста вот здесь. Это, допустим, вы рекламируете свой аккаунт. Потом вы переходите на уровень группы объявлений. Что такое группа объявлений? Потому что если ваша задача рекламировать свой Инстаграм-аккаунт или же Фейсбук-аккаунт, то у вас объявлений внутри вот этой компании может быть целых гора. Потому что вы пробуете одно, пробуете другое. И эти группы объявлений можно группировать вокруг одного события, допустим, ваше событие – это релиз. Или же ваше объявление – это обложка. Или ваше объявление – это что-то еще. И вы создаете группу объявлений, и на уровне группы объявлений вы делаете различные маленькие объявления. Например, обложка такая, такая, такая. То есть компания у нас – это, компания – это у нас, допустим, раскрутка Инстаграм-аккаунта. Группа объявлений, допустим, обложка. Посмотрим, на какую обложку у нас народ будет лучше реагировать. А само объявление – это непосредственно вот эти обложки – синие, зеленое, красное. И мы это можем указывать вот здесь, вот в этих вот объявлениях. И когда мы это все указываем, ну, давайте просто продвижение Инстаграма. Продвижение Инстаграма. Создать новую компанию. А, ну да, это же у меня проблема в чем была. Я вот эту вкладку забыла нажать. Вот, создать новую компанию. Теперь мы здесь пишем, что чего мы хотим от людей. Мы к себе хотим. Вот смотрите, вот здесь у нас есть подсказочки. Когда мы выбираем просто трафик, то тогда Инстаграм будет автоматически показывать наше объявление тем людям, которые просто на нас смотрят глазками. А если мы хотим, чтобы была вовлеченность, это подходит для тех, кто призывает там на мероприятия, на реакции на публикацию, на комментарии, и репосты, вот все такое. То есть это будет показываться тем людям, которые не просто смотрят, но которые еще и тыкают. Ну, то есть я бы сделала две компании, посмотрела, а что мне лучше, что мне выгоднее. Допустим, мы хотим вовлеченность. Значит, что такое вот эти вот конвертии, продажи по каталогу, посещение точек? Это все для бизнеса. Конвертия – это когда на сайте покупают, там рекламируют колготки, и на сайте приходят люди и говорят, что я хочу колготки. Это все не для нас. Просмотры видео – это те, кто видео смотрит. Генерации лидов – это когда надо сделать какое-то предложение людям, чтобы они на него надкликнулись. Приложение – ну, то есть это не для нас. Вот нам вот это и вот это. Трафик, вовлеченность. Трафик – это просто посмотреть, вовлеченность, это еще там потык, лайки поставить. Вот мы, например, хотим. Значит, какие именно типы взаимодействия с публикацией? Можно нравиться, можно ответ на приглашение. Взаимодействие, любое. Продолжить. Теперь мы идем. Видите, здесь опять выстроилась у нас вот эта вот лесенка. Это у нас компания, группа объявлений, просто объявлений. Вот в компании мы пишем. Вот, кстати говоря, про группу объявлений. Это не так страшно. То есть вам не обязательно создавать группу объявлений. В вашей группе объявлений может быть одно объявление. То есть сделать хотя бы одно объявление. Называем свою компанию. Например, вот здесь вот мы пишем. Реклама. Реклама. Инстаграм. Это я сейчас про аккаунт просто тестирую. Значит, вы обязаны сообщить, что ваша реклама связана с кредитом и трудоустройством, жильем или там о вопросах общественной значимости. Это не мы. Нам это не надо. Там кредит, работ, жилье. Нет, это не мы. Мы просто это оставляем пустым. Значит, данные компании, закупочные, значит, вот эти вот аукционы оставляем просто пока так. Если нам интересно посмотреть, а что там есть, можно поставить лимит для затраты для компании. Вы и так поставите его. Ну, как бы, просто нажимайте на все ссылки, когда будет что-то настраивать. Потратьте на это несколько часов. Что такое A-B-тестирование? Это когда вы изначально хотите попробовать разные варианты, то есть что у вас лучше зайдет. Я пока это не пробую. То есть это уже, опять же, для сложносочиненных таргетологов, которые знают и умеют что-то делать. Значит, оптимизация бюджета. Это когда у вас большая группа объявлений, и оно автоматически выбирает то, чего вам больше подходит. Пока мы создаем одно объявление, нам бы хотя бы хоть что-то сделать. Потом, если у вас будет много объявлений внутри одной компании, вот эту кнопочку просто нажмете. Вот здесь все заполнили, молодцы. Далее. Далее. Теперь мы переходим в группы объявлений. Группа объявлений, она у нас объединена с одним общим признаком. Она настраивается на одну и ту же аудиторию. И у нее как бы бюджет то же самое. А объявления у нас могут быть самые разные. Помните, мы, допустим, думали про обложки синий и красный и зеленый. Вот у нас эту группу объявлений. Мы ее можем либо как-то назвать, либо никак не называть. Ну, в принципе, давайте там нажмем. Выставляем дневной бюджет, сколько хотим. Сколько есть, только выставляйте. Дату запуска. Дату окончания хотите устанавливаете, хотите нет. Я устанавливаю всегда просто для того, чтобы не забегаться, не измотаться. Теперь использовать сохраненную аудиторию. То есть мы должны обозначить вот эту вот нашу условную группу объявлений. Мы показываем, кому. Можно ее создать заново, вот здесь. Но она у нас тогда не будет... Но она у нас опять будет просто набор с голого листа, с чистого листа. А мы можем ее использовать, вот эту вот сохраненную. Вот у нас здесь читатели базовый набор. Мы же ее только что не сделали. Так, читатели базовый набор. Какая у меня похожая. Так, почему мне не подцепливается? Так, у нас... Или может я ее... А, я знаю, чего она мне не подцепливается. Потому что я это не обновила после того, как создала. Я просто эти вот вкладки создала заранее. И я их не обновила после того, как создала аудиторию. Но я не буду сейчас ее обновлять, потому что иначе у меня все это вот рухнет. Когда вы будете сами настраивать, не забывайте обновляться. То есть в разных вкладках это не делайте. То есть вот создали сначала аудиторию, а потом она у вас появится. Пока я сейчас временно поставлю читателей базовый набор. Вот сюда. И у меня вот все это автоматически уже и выстроилось. Видите? И, значит, когда вы... Здесь, может быть, автоматически места размещения. То есть что имеете в виду? Дело в том, что у Facebook, Instagram, у него есть целая еще куча всяких разных мест, где они могут показать вашу рекламу. Если вы пишете, вот, например, выбор мест размещения, точку, туда сами пишите, то вы здесь можете выбрать и показывать только в Instagram. Не надо мне ничего другого. Вот Instagram, все. Потому что вы сейчас занимаетесь Инстаграмом. И здесь вы показываете, а где именно вы хотите. Инстаграм, Инстаграм, не надо мне ничего другого. Тыц, вот сюда. Facebook, не надо, убери. Убери Facebook. Ну, в общем, вот. Я еще не буду здесь останавливать, потому что что-то у меня не слушается. Но, в принципе, вот это вот. Выставляете Instagram, Facebook там убираете. И выставляете вот эти вот все галочки, где вам надо. Можно оставлять только, я обычно оставляю только лента, Инстаграм, все. Вот лента Facebook. Что-то у меня не убирается. Что-то у меня, какой-то причине не убирается. Ну, надо залезть в настройки, посмотреть, почему не убирается. И можем там в истории, или в видео в релиз, или еще чего-то. Не морочите себе голову. Сделайте хотя бы что-нибудь, я думаю. Вот лента в Инстаграм, все. Или же лента еще где-нибудь, в Facebook, например, если вы раскручиваетесь, все. И вот вы так вот настроили. Что у нас здесь есть? Когда мы выставляем свою аудиторию с правильными там настройками всеми, у нас здесь, вот сюда мы смотрим, и мы должны смотреть, какой у нас потенциальный охват. Аудитория такими интересами вообще существует на данной территории, в данной возрастной группе. Существует. Вот у нас показывает, что вот их столько людей, которые сам себе Facebook нашел. Это не значит, что он покажет объявление всем этим людям. Нет. Он покажет, вот сколько здесь написано. Охват примерно за ваш бюджет. То есть он прикидывает, сколько денег вы ему даете. Вот у него есть эта аудитория. И вот он вот этому примерно может показать. Почему такой разброс? Потому что иногда конкуренция за место в ленте большая, а иногда побольше. Сколько ожидается взаимодействия с публикацией? Вот столько примерно. И вы прикидываете, что я, значит, за свои деньги куплю вот примерно сколько. Ваша задача заключается в следующем. Вот эти вот объявления делать потихонечку, сколько у вас позволяет время, сколько у вас позволяет бюджет. И что вы в конце концов получите? Вы вот по той статистике, которая вам показала, вы увидите, какие у вас объявления сработают. И чем больше вы будете погружаться в это путем пропавших, тем четче вы будете видеть, а какая аудитория у вас срабатывает, а какая аудитория у вас не срабатывает, и что у вас получается лучше. И чем больше вы настраиваете сами на себя, то есть вам никакой таргетолог никогда в жизни не скажет, а как мне нужно сделать, он не знает. Это можно сделать только пробами и ошибками за собственные деньги. И медленно и вверх, в конце концов, вы поймете, а кто у меня здесь видит. Вот дальше смотрите. Вот мы настроили свою аудиторию. Опять же, я здесь не углубляюсь, особенно в разборе причин, почему у меня не получается там кнопочку нажать, без разницы, потом разберусь. Идем дальше на следующий уровень, на уровень непосредственно создания объявления. Здесь у нас что? Мы называем это объявление, допустим, обложку зеленую, к примеру. Здесь от имени чего мы выступаем, вот от имени вот этих вот аккаунтов. Настройки рекламы. Можно использовать существующую публикацию, а можно использовать создать рекламу. Вот когда я сейчас сделаю собственную видюшечку, вот я смогу сюда вставить медиафайл. Медиафайл что это такое? Это картинка или видео? Вот сюда. Вот я его посюда поставлю. Вот здесь вот напишу основной текст. Налетай, покупай там еще чего-нибудь. И призыв к действию. Присоединяйтесь там, еще что-то. Вот эти кнопки, вот эти просто можно назвать. То есть мы что будем? Подробнее, например. Кнопочку выберем, да? И когда у нас мы выставим здесь свой текст и свою картиночку или видео, вот здесь, вот в этом окне у нас создастся то самое объявление, которое мы будем делать. И мы вот сюда поставим ссылку, если у нас есть ссылка. Вот так. И после этого мы нажмем кнопку опубликовать. Потом у нас все это уйдет на модерацию. И большой совет. Прежде чем что-либо как бы отправлять, почитайте, пожалуйста, правила Фейсбука и Инстаграма. Ну вот просто набейтесь в Гугле правила Инстаграма и Фейсбука, что можно, что нельзя. У них это все по-русски написано. Черный, по-бегу. Потому что если вы это правило не прочитаете, вы 100% наверняка их нарушите. И у вас вот на этом пункте будет бесконечное страдание. Потому что вы будете делать работу, создавать вот эти объявления вам, будут отвергать. Потому что там, ну это особенно знаете, кого касается. Это особенно касается авторов ужастиков и особенно касается авторов романтического всего. Потому что они начинают показывать там сексуальных девушек, полумноженных. А это нет. Мы не забываем о том, что мы имеем дело с Фейсбуком и с Инстаграмом, а это США, это крайне консервативное общество, в котором, пуританское общество, в котором, несмотря на то, что вы видите в Голливуде, во всех вот других местах, чуть больше, когда Кальте показал, все. Девушка ест банан? Нет. Нет. Потому что это уже намек на сексуальное, на что-то. Поэтому читайте правила. Вот. Значит, после того, как вы это объявление создадите, сидите, опять же, смирно, 7 дней, накручивая, смотрите, обучается ваш Инстаграм, вернее, обучается искусственный интеллект. И вот здесь вот в вашем... Это все закрываем. И здесь вот у вас, в вашей вот этой вот Ads Manager, у вас будет происходить все действие. Вы здесь вот будете смотреть, сколько у вас цена, что у вас происходит. Опять же, помните, наша цель заключается не в том, чтобы пригнать к себе там 100 миллионов народов. Он все равно не пригонится. Это нереально. Реально то, что вы медленно и верно в течение, условно говоря, там, нескольких месяцев, вы постепенно-постепенно собираете вокруг себя аудиторию, которая будет похожа на то, что вы уже собрали, которые взаимодействовали с вашим аккаунтом. И вот постепенно-постепенно с этими людьми вы будете выстраивать свою аудиторию. Она строится медленно, долго путем ошибок. Вот так это делается. И на этой основе, то есть самое главное, чтобы они с вами взаимодействовали, самое главное, чтобы они любили то, что вы делаете. И после того, как вы вот эту аудиторию у себя создаете, вы потом ее всю благополучно начинаете переводить в два важных места. Первое – это вы их либо тащите к себе, то есть когда у вас происходит релиз, вы на них настраиваете свою рекламу и говорите, вот наконец-то вышла книжка, о которой вы уже знаете. И вот она здесь лежит. Налетай-покупай, либо начинает читать, либо, ну, в зависимости от того, где вы и как вы публикуетесь. Это либо сам издат, либо же это уже непосредственно покупка книжек. И самое главное – это аудитория уже с вами повзаимодействовала, она уже знает, кто вы, что вы, и она уже проявила к вам хоть какой-то интерес, что уже хорошо. Вот, это делается вот таким образом. Теперь немножечко, как бы, вдохновения. Значит, что я вижу? Когда люди действуют вот так, медленно и верно собирают аудитории вокруг себя, они потом создают… Вот к странице плюс нужно еще создавать себе группу. Но группу мы создаем в тот момент, когда у нас уже есть аудитория на нашей странице, когда люди какие-то уже проделили интерес к вашей книжке. Почему нужно создавать группу? Потому что группа гораздо лучше показывается в ленте, чем страница. Бизнес-страница вообще плохо показывается. И в этой группе вы можете создавать личные отношения со своими читателями тренде, все им там рассказывать, показывать. Это целая, как бы, история и наука. Я сама еще туда только-только все это дело изучаю. Я сама подглядываю на кого? Я подглядываю на бойких американских писательниц, которые вот вчера буквально сидела, изучала. Списка бестселлеров на Амазоне. Предмет моего вдохновения. Я туда иду и смотрю. Ага, тетечка. Вижу ее. Девятое место в Киндле. Пишет любовные романы. Что такое девятое место в Киндле? Она зарабатывает 10 тысяч долларов в день на электронной книжке, самой задаткой. Как она это сделала? А у нее в Фейсбук, там, 5 тысяч человек в группе. А у нее Инстаграм 14 тысяч человек подписчиков. И тиктук 14 тысяч подписчиков. Казалось бы, немного, да? Но дело в том, что эта вся аудитория, это прикормленные и преданные, да, которые любят то, чего она делает. И когда она делает себе релиз, да, тетечка начала писать книжки, ее первая книжка, я же посмотрю, что она делает, да? Она начала делать в 17-м году первая. За это время она написала, ну, много книжек. По-моему, 16, что ли, у нее. Ну, она бойко так пишет. Я, конечно, так не могу, но хотя бы шлопит. Так вот, она, когда написала вот эту вот очередную роман, книжку номер 18, она побежала к себе в свои сошел-медиа, в свои социальные сети. И там всем рассказал, девчонки, у меня новая книжка вышла, вот там про любовь, морковь. Налетай, покупай. И вот все вот эти тысячи людей, ее прикормленных подписчиков, они прибежали и купили эту книжку. А дальше алгоритм Амазона подхватил эту книгу, потому что у нее в один день там тысячи-тысячи этих покупок. И начал ее везде толкать. Потому что чем платформа-то, что делает, заинтересована она в чем? Когда она видит бестселлер, который так покупает, она начинает ее подсунуть в каждый утюг. Вот. И она вот так вот работает. Поэтому мы и медленно, и верно по шагам делаем примерно то же самое. И если это кажется, что душно, какая-то там особая литературная мастерство, гей, быть гением, любом толстым, чтобы вот это вот все делать, нет. Нужно работать с аудиторией. Нужно писать на востребованную тему, в востребованном жанре и взаимодействовать со своей аудиторией. И тогда она вынесет вас на волне вот наверх туда. Делается это долго. По поводу заплатить таргетологу. Я вижу уже, Ирина пишет в чате, после этого всего захотелось просто заплатить таргетологу. Ирина, вот смотрите, я вот абсолютно все то же самое слушала в свое время по-английски. И вот у меня было абсолютно такое же вот, точно такое же вот чувство. Хочу заплатить таргетологу. Я его пыталась, этого таргетолога найти уже, я уже лет пять пытаюсь такого вот найти, который мне поможет. Я выяснила, что нифига. То есть хороший таргетолог, который, ну, который совсем позиционирует хорошего таргетолога, он хочет минимум тысячи долларов в месяц, еще и столько же вот на бюджет. Там же говорят, что с меньшим бюджетом, что я буду работать, у вас результатов не будет. Потом выясняется, что он продавал всю жизнь коляски, детки и средства тараканов, что он хочет пятьдесят долларов в час за свое драгоценное время, а работать с книгами он не умеет, потому что он никогда в жизни не работал. Вот если где-то есть таргетологи, которые умеют работать с книгами, и у них вот есть непосредственно, ну, как бы опыт, и у них есть кейсы, которые можно показать, сказать, вот у Васи ничего не было, сейчас у него все есть. Я могу этому Васе написать и спросить, а правда, что Петя тебе помог? Так вот я вот это искала, и я не нашла. Может быть, где-то такие замечательные люди есть, но вот они мне на моем пути как-то не попадались. Поэтому я сама все делаю. Потому что я сама себе знаю, что я как бы, если я ошибусь, то нет никого. Ну, и дешевле это мне. Поэтому здесь, конечно, смотрите сами, но главный вопрос в том, что в этом надо разбираться, иначе к вам придет какой-нибудь очередной там Миша Сережа, который только курс таргетологов закончили, и скажет, что я все умею. Нет. Вот они вот точно так же, как и вы, придут вот в этот же самый рекламный кабинет и почувствуя репу и пытаясь сообразить, а что это тут вообще? Вот пытаются делать вот то же самое, что я вам говорила. И результаты у них будут абсолютно точно такие, потому что я понятия не имею, как продвигать вашу книгу. Они ее первый раз в жизни видят. Очень хорошо продвигать авторов, которые как бы уже на слуху, и уже у него собрана аудитория. То есть ты просто сидишь и немножечко подкручиваешь эти объявления, потому что все ясно и понятно. На самом деле ничего не ясно и непонятно, когда ты первый раз только приходишь сюда. Вот. Значит. Ирина пишет, я с вами согласна, но пока волосы дымом, руки трясутся, и все страшно. Абсолютно вас понимаю. Сама такая же. И вообще очень не хочется погружаться в мир, в котором ты сто процентов, знаешь, ошибешься. Сто процентов сольешь деньги. Но я, знаете, как к этому отношусь сама. Вот сколько я готова заплатить за собственное обучение. Вот прямо сейчас. Я не отходя от кассы, что называется. Хожу, учусь у автора, который очень успешный коммерческий писатель. Ну, у него там все хорошо с тем, как он зарабатывает деньги. Я так не умею пока что. Я ему плачу 120 долларов за консультацию. Почему я ему это плачу? Потому что у него есть опыт, и он мне может быстро отдать всю информацию, которая мне нужна для моего дальнейших моих телодвижений. Так вот. А мои вот эти вот все упражнения-то, которые вот здесь я буду делать с рекламы, они же сколько же и стоят. Просто если я не могу найти себе учителя, который меня научит, ну, значит, руками буду делать сама. Если найду учителя, я ему ту же самую сумму и заплачу. Причем на ошибки, наверное, может, и больше солью. Просто это, ну, труднее и нервы больше, когда ты сам все делаешь. Потому что ошибаться очень неприятно. Когда тебе кто-то есть, кто помогает, суперздорово. Вот поэтому я схожу из того, что это обучение. Нам вот на университет не жалко денег? Не жалко. Ну и вот на это не жалко. Потому что пока руками все это сама не проделаешь сто миллионов раз, пока не наошибешься, пока не наобщаешься со службой поддержки, которая еще, вот кстати говоря, что должна сказать, что служба поддержки у Фейсбука очень сильно улучшилась. Потому что раньше это было вообще просто беда. Они либо не отвечали, либо это было какая-то, ну, в общем, плохо все было. А сейчас милейшие молодые люди сразу-таки на все отвечают и пишут свою проблему. Интернет как ее решит. Вот прямо вот счастье. Поэтому надеюсь, что вам стало хоть чуть-чуть немножечко более понятно, а что тут надо делать. Давайте теперь пройдемся еще разочек по шагам, что мы делаем, чтобы у нас все уложилось в голове. Пункт один. Что в Фейсбуке, что в Инстаграме. Сначала мы собираем первичную аудиторию по своим постам. Отправляем их в продвижение на одну и ту же аудиторию, которую мы создаем на телефончике или которую мы создаем на дистоке, без разницы где. Называем ее базовая аудитория. И вот на эту базовую аудиторию за 17-16 долларов, 15 долларов, не долларов, центов за результат мы делаем свою рекламу. Так мы создаем, выбираем 50 базовых людей, которые сами пришли своими руками и ногами, на нас записались, потому что им нравится то, что мы делаем. После этого мы создаем такую в аудиториях, мы создаем эту аудиторию, мы ее закрепляем, а потом создаем аудиторию, похожую на. И вот когда мы делаем свои следующие все рекламные объявления, мы, эти рекламные объявления у нас могут быть, либо же это тоже посты мы продвигаем, либо же этому мы делаем какое-то новое объявление. Например, мое следующее телодвижение будет, я буду делать просто видеоролик своей книжки, и я буду двигать именно этот видеоролик своей книжки с призывом подпишись, если ты хочешь ее читать и быть в курсе событий. И вот таким образом я сейчас буду, то есть это мой следующий эксперимент на следующую неделю, и будем вот так выдвигать свой аккаунт. Параллельно, что я еще сделаю, я пойду к книжным блогерам и скажу, вот вам маленькая денежка, вы не хотите ли мой ролик у себя в сторис показать? Если я кого-то найду, ну супер, не найду, ну хорошо, я пойму, что в эту сторону ходить не надо, потому что там все равно нету того, чего я хочу. Вон Александр пишет, что будет рядом сидеть и тыкать и помогать, будет знакомых найти, стол сделать, тортик. Ну, опять же, у кого-то есть, кто-то есть обладатель счастливых друзей, которые будут сидеть его и тыкать. У меня никого нет, кто бы сидел меня и тыкал, мне просто хочется зарабатывать не меньше, мы бы уже. У меня вот движет просто такое желание состояться, потому что я прекрасно знаю, 6 месяцев в ближайшие все равно пройдут. Вот в конце, через 6 месяцев чем я буду? Я хочу хоть с каким-то результатом сидеть, а не глазами моргать и сидеть там думать, что опять я все профукала. У меня постоянно такое чувство, что я все профукала. Ну, может это неправда, может мне так кажется, но вот такое чувство есть. Поэтому мы просто смотрим, у каждого какое есть желание, чего я хочу добиться, куда мне надо сейчас вообще пойти и что сделать. Итак, значит, напоминаю, что у нас скидки все лежат на курс «Талантливый автор, как научиться хорошо писать». Это у нас лежит в разделе «События» на автором.ком. Есть сомнения в качестве собственных текстов. Берем этот курс, потому что он реально очень хорошо поставит, ну, создает в главе систему, как это делать. Что такое хороший текст? Почему он хороший? Почему у них красиво, гладкая красота получается, а у тех, кто пишет плохо, у них какие-то дарова? Скучно, неинтересно, мысль теряется. То есть это все про системное мышление. Вот, надеюсь, у меня все. Надеюсь, у меня все. Значит, на следующие выходные я пока вебинары проводить не буду. Если у вас есть какие-то идеи, о чем вы хотите, чтобы я вам рассказала, пишите мне либо в мои социальные сети, либо сюда в чат телеграмма, либо куда-то и говорите, хочу, вот можно мне вот про это рассказать. Я посмотрю, когда я в следующий раз буду что-то делать, когда мне будет, что вам показать и рассказать, я тогда сделаю отдельное объявление, поэтому открываем свои, то есть подписываемся обязательно на мою, на автором датком, на справочник писателя, на рассылку. Если вы подписаны на рассылку, вы всегда в курсе, что происходит, где у нас новые информации и какие новые у нас тут находки в плане писательского бизнеса. Вот. Так что пожелание мне говорить, и всегда просто помню, что если вы мне не скажете, что вы хотите, я об этом не знаю, потому что я варюсь в собственном соку, и я тут сижу и ковыряю вот эту рекламную часть, потому что это то, что нужно мне сейчас. Если вы находитесь на другой ступени, и вам нужна помощь, вы мне должны сказать, что, чего я, помоги мне с этим, потому что если вы мне это не скажете, я об этом не узнаю. Так, знаете, очень было бы интересно о том, где и как почитать о психологии для писателей. Тема слишком широкая, единственное, что я могу сказать, это пиши и зарабатывай в мой учебник. Там много про психологию для писателей, прям много. Но, может быть, не совсем понятно, что это. Ну, я имею в виду, может, я не поняла ваш вопрос. Так, пиши и зарабатывай. Учебник называется, вы его просто найдете либо на моем сайте app.com, либо же он есть на летнете, он есть в бумажном варианте, ну, в общем, найдете. Так, все, я отключаюсь. Заключаюсь, у меня в воскресенье, в утро, и пошла и празднула все воскресенье. Продолжение следует...